А в Татарстане накануне престольное торжество отметила одна из казанских церквей. День собора новомучеников и исповедников церкви русской, митрополит казанский и татарстанский Феофан возглавил службу в храме столицы Татарстана, освященном в честь поминаемых цветых. Совсем недавно прошло 100 лет со дня трагических революционных событий, когда время вновь поставило перед обществом вопрос, почему стала возможна революция, которая разрушила Великую Империю, когда брат восстал на брата. Сотни тысяч людей пострадали за веру, их убивали, мучили, над ними ругались. Откуда такое неприятие отеческой веры? Есть самые разные версии, но надо понимать, что если бы народ сплотился, то невозможно было бы то, что случилось. Однако в ту пору люди были в растерянности, другие струсили, а третьи пошли на смерть, как новомученики и исповедники. Память их мы и совершаем в молитве, вспоминая души усопших рабов божьих. В одни лихолетия без вина убиенных, страдания и стязания претерпевших, в изгнании и заключении горькую смерть приемших. Преклоним перед ними колено и главы наши. Попросим их молитву заступничества. «Но сами сделаем выводы и уроки, чтобы вновь и вновь не быть вернутыми эти вихри, губящие наш народ и нашу страну». Храни нас, Господь, от этого ярого, безбожного веяния. «С нами Бог! Покоряйтесь, язвецы, и разумейтесь, яко с нами Бог, а раз с нами Бог, мы непобедимы». Настоятель храма Протерия Андрей Ласык поблагодарил правящего архиерея за радость совместной молитвы в день престольного праздника и преподнес владыке букет цветов. В завершение службы митрополит Феофан благословил молящихся и раздал сладкие гостинцы присутствовавшим в храме детям. Редактор субтитров А.Семкин